ой друзья страх вселенский посмотрите что придумал клаус он придумал прыгать через вот этот перевал мама ты дорогая силы небесные клаус за что друзья у меня очко начинает перекусывать лом лома у меня там правда нет но вот я лечу страшно что просто вот кирдык но часто перевал уже лучше смотрится по проходу и как страшно 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 ну понятно что можно отвернуть как раз не будет чувствую я я должна страху скорость нам слишком большую нет наверно все таки еще не ледник но мы этот перевал прошли уже красиво сама по себе да да вот это полет скалы красивая клауса главное не потерять он теперь поворачивать налево вот он красивые скалы ах ты ж мама рудная вот он самый большой в европе ледник клаус таки нас туда привел ой друзья есть есть эки гей 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 га гаю ги гaa гу 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 г torture ги га гху гу гу грече гу гху гху гу г rueg consistently oo г гу 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 греча гу га э то же прос то беззумия вот он взв restricts Клаус думал, что я здесь был, а я здесь не был. Сейчас мы встанем в набор еще с видом на этот ледник. Все, вот теперь точно, спасибо, я кончил. А-а-а, все, жизнь моя прожита не зря, скажу вам так, я здесь был. Ну, понятно, что в жизни куча есть других положительных дел, всевозможных, но одно из них, слетать вот сюда, на самый большой ледник Европы. Я мечтал это когда-нибудь сделать, в принципе, я многие разы был недалек отсюда, ну, в принципе, отсюда до Маттерхорна, так километров 50, наверное, каких-нибудь, недалеко. Но, знаете, одно дело, там приходишь на Маттерхорна, там уже 4 часа дня, вроде как, уже и домой пора собираться. Ну, вот сегодня тот самый день. Тот самый день, когда я лишился небывания на самом большом леднике Европы. Ну, и вы, друзья, вместе со мной здесь. Слушайте, ну, прям вот, и вот во многом, вот я сейчас могу сказать всем зрителям канала большое спасибо. Я вот, кстати, заметили, что я никогда видео не прошу, там, подпишитесь на меня, ну, пожалуйста. Просто я считаю, что так, если контент огонь, погода бомба, что человек сам решит, что да. Так вот, тем, кто все-таки подписался, вот, ну, мечтал, скажем так, конечно, каждый из авторов думает, ну, никто там не мерит за количеством подписчиков, то вы знаете, что от этого выдача всякая на Ютубе работает лучше и прочее. Ну, кстати, лучше хорошие подписчики, которые смотрят по-настоящему, ставят лайки, чем, знаете, бывает там, понаберут. Вот, хотел-то спасибо сказать, видите, я даже заикаться начинаю. Именно вы способствовали тому, что Клаус говорит, Игорь, у нас так много народу смотрит, я уже сегодня это говорил. Я говорю, да, Клаус, так надо же это снимать, надо же делать для них ролики, это же люди, которые мечтают летать, которые будут летать. Мы будем летать вместе. Да, говорю, Клаус, так и будет, так и будет, мой учитель. Вот, видите, благодаря вам мы здесь. Потому что учитель сегодня взбодрился и меня взбодрил. Просто бомба, просто огонь. Так красиво, друзья, так красиво, я счастлив. Полный, полный, можно сказать, полная морда. Сейчас полную морду счастья покажу. О, она до ушей, она, ну, видите, я в концентрации того, что вокруг много техники летать, всякие парапланы и планера и дельтапланы. И Клаус, знаете, а сравнить учителя, сделать какую-нибудь каку, будет крайне... Вон, выше нас плагер шурует. Будет крайне неправильно. Тем более в таком, можно сказать, святом месте. Ой, теперь видно, как лавина сбора работает. Ой, как вообще этот сбор всего у ледника работает. Надо снять вам. Открылся вид, мы набрали буквально чуть-чуть метров. Клауса я догнал. Сейчас попробую крайний виточек отснять вам. Клауса на фоне всего этого великобепия. Видите, как красиво этот теперь ледник смотрится. Мы выше. Вот он, как по нему все летит. Очень любят парапланы на нем фотографироваться. Да, вообще все любят. Сейчас бы на него и погонять. Ну, время, время. Как обычно, время. Надо вообще сюда приехать, приземлиться и полетать в слазь здесь, в этом месте. Так, у нас есть план сделать полет по Альпам. И одна из посадок будет на какой-нибудь местный аэродром, чтобы отсюда взлететь, дунуть. У меня мечта по этому леднику прям прокатиться пузиком. Ну, я не знаю, насколько здесь можно метров низко, но я видел, что кто-то летал низко. Дунуть вообще песня. Вот Клауса я обогнал. Как это приятно, как мне спокойно сейчас в небе. Убудрился я, друзья, все-таки накосячить. Сзади остался наш ледник. На нем я потерял Клауса. В общем, камера... Собыл нажать кнопку, ничего не заснял. Позор, придется еще раз лететь. Клаус впереди. Вот одну лишнюю спираль сделал. Сфотографировал Клауса удачно, а потом думаю, дай-ка грудну. И на этом грудну потерял его. Клаус, лапочка меня все-таки подождал. Мы сейчас опять вместе. Летим по долине Сармата в обратную сторону. Ну, бывает, увлекся. Военный аэродром швейцарский. Клаусу разрешили пролет над воздушным пространством. Все в порядке. Спасибо швейцарским военным. А мы двигаемся в сторону Монблана. Прям по курсу. Следующая система, это уже как раз система Монблана. Кольсков, вот туда рванет. О, супер. Очень хорошо параглайдинг плейс. Друзья, Вербье, вот оно. Слушайте, это же... Я же в юности смотрел фильм. Больше, чем жизнь фильм называется. Безусловно, это лучший фильм за всю историю, снятый про парапланы. Про эти соревнования 93-го года. 1993-го. Просто до дыр засмотрел кассету. Пока пленка не порвалась. И это же самое, что ни на есть, такая вот... Это были одни из первых соревнований парапланерных. Чемпионат мира. Когда были маршруты уже такие. Это все вот восстановление парапланеризма. Место на самом деле мега легендарное. И я наконец-то здесь. Я узнаю эти склоны по фильму. Очень красивое место. Если вы летаете на параплане, то я вам категорически советую когда-нибудь сюда прилететь и полетать. Вау! Здесь снимали фильм про безумного Макса. Тоже культовый парапланерный фильм в моей молодости. Вот он, Дербья. Спасибо тебе, дядюшка Клаус. Какой же ты умничка. Да и Бог тебе здоровья. Ой! Эх! И учеников толковых. Более толковых, чем... Видите, проскакатил 50 метров высоты. Надо куда-то лететь набирать. Да, вот он, верхняя станция Канаточки. Вот этот характерный зубчик впереди. Мне только что остается говорить. Да! Да! А! Еще! 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 Зуб покажу вам. Клаус на него целится. Думаю, с него поток связать. Ну, в общем-то, это логично. Почему у меня потока нет? Почему у Клауса есть? А у меня уже тоже есть. Видите? Заваливаю влево. Закрылок переставляю. Ну, 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 ну. Набор на Двербье набор, пожалуйста. Да, да, да. О, амейзинг. Ну, не фиг. Так, только опять двойка за набор. Чересчур перевозбужден я. Сейчас нужно, как говорят американцы эти, в которых я вчера в фильме рассказывал, концентрация нужна. Ну, что-то у меня полная расконцентрация. То есть разбередил душу Клаус этим фильмом. Представляете, было мне сколько тогда? 20 лет мне было. Да, когда впервые увидел этот фильм, я увидел, как летают люди в мире на парапланах. Какие эти парапланы красивые. Я летал, ну, смотрел фильм и думал, смогу ли я, там, простой крестьянский сын, вообще когда-нибудь что-нибудь чего-нибудь так достичь. Чтобы вы понимали, для меня тогда казалось, ну, машина-восьмерка, она стоила 10 тысяч долларов. А у меня было 5. И я думал так, вот, интересно, как, ну, когда я впервые устроился на работу, моя зарплата была 300 долларов. Это было в 97-м году я устроился в Паравис. И я считал, там, сколько мне надо собирать от этих 300 долларов, чтобы когда-нибудь в жизни купить машину. Вот. Ну, потом, правда, машина я быстро купил, они подешевели, когда жахнул кризис. А у меня деньги, я удачно заработал немножко денег, не только на зарплату, но и продавая парапланы. А правило очень простое. Делай все максимально хорошо. От кроликов я выращивал. Я поехал на фабрику, купил породистых, взял справки, что они породистые. Сделал для них шикарные клетки. Не тратил много времени, потому что... Почему? Потому что клетки были удачные. Фактически дерьмо от кроликов самоубиралось. Добывал им капустные листья, договорился в магазинах. Мне по 2 копейки за килограмм продавали капустные листья, которые отваливались от кочанов. Вот. Списывали какие-то кочаны, но иногда списывали вполне себе ничего кочаны. Я в преступный сговор не ступал, но видел, как работники магазина были не прочь даже по 2 копейки заработать с килограммом. А я таскал эти мешки с капустными листьями, кормил кроликов. Это для зимы, наверное. Они же больше любили листья, чем сено. Выросли большие-большие. У них были большие-большие красивые крольчата, которые продавались не по 5 рублей на рынке, а по... Ой, не по 3 рубля, а по 5. И продавались быстро, а плодились кролики тоже быстро. По 12 штук крольчихи мои несли крольчат. Ну так вот. Взял яблоко, помыл, продал. Так и денег заработал. Я в Европе купил параплан, который можно было купить. Очень хорошие парапланы, но они были с отбитком произведены. В Европе были нужны, стоили 700 долларов. Я купил их 3, продал по 2100. Такой вот был в 3 конца. Прибыльный вариант. Ну так и сформировался у меня начальный капитал, можно сказать. В нужном месте, в нужное время. И тут можно передать привет огромной моей маме, которая на эту авантюру одолжила денег. Мама, помоги. Ну какой тебе сначала один купил, потом 3, потом 7, а потом вовремя спрыгнул с этой иглы, потому что это все не более года длилась. Халява такая более чем времени, вовремя. Вот так вот. В 20 лет я мечтал. Сейчас смотрите на своем планере. Над Альпами. Над Вербье. Да, вот как жизнь поворачивается. Да начнешь так с кроликов. Кроликов выращивать 12 лет. Но главное, как это, как моя жена говорит, ты сына будешь предпринимательство ты учить. Ты, говорит, за что не берешься, все каким-то образом, каких-то денег, ну, приносит. Вот канал, кстати, тоже. Как ни крути, там 200 евро в месяц уже. Все, конечно, уходит на материалы. Там станцию сейчас купили для хранения информации за полторы тысячи евро. Но все равно, это же не затраты, а доходы, затраты. Видите, что-то я никак, никак не наберу нормально. На самом деле, главное, что-то делать. Главное, что-то делать. Пробовать одно, пробовать второе. Сидеть на хвосте ровно. Тяжело, хотя, конечно, тоже понимаю, ну, что сейчас вот молодежь хочет что-то придумать, а вроде как ничего и не придумывается. Ну, вот, ну, не знаю. Ну, как-то мне повезло. Давайте считать, что просто повезло и все. Тогда вот так, наверное. Но это везение надо, в общем-то, и не упустить в свое время. Просто. Ну, когда-то рискнуть, когда-то просто напрячься, когда-то просто ночей не спать. У меня по несколько дней в гараже, когда нужно было лебедку доделать. Ночевал в гараже на диванчике с мышами вместе. Ну, их фигачил. Эгэ, это была лекция о том, как купить фланер. Заработать денег и купить фланер. Начать, наверное, с кроликов в 12 лет. Ну, тогда вы потом на Двербье будете летать. Когда-нибудь. Верьте молодежи. Это может быть вполне. Да в любом случае, если делать свое дело хорошо, любое, можно добиться нормальных высот, получать нормальную зарплату в нормальной стране и летать на планере, как все вот эти швейцарцы и делают. Сейчас, друзья, хорошо видно Женевское озеро как раз. Вот он, красавчик Лаус. На фоне Женевского озера. Клаус решил немножко поднабрать высоты на всякий пожарный, чтобы мимо Монблана мчаться под самой кромочкой максимально лихо. Ну что ж, вот вон панорама местности. Ой же. Ой, как красиво. Долина, по которой мы в Цармат гуляли, вот оно, крыло в нее показывает. Разматывается далеко. И мы там где-то на горизонте были, представляете? Черт и где. Потому что мы сейчас в ближайший час реально минут 40 шпарили без спирали, просто по прямой. Как из автомата. Фигачили. Сколько высота? 300. Ну да, низенько так достаточно. Около Монблана ниже. Получается, в долине Цармат было несколько побольше высоты. Ну что ж, кромку набрали. Сейчас помчимся по Монблану. Прогуляемся. I'm following you. Погнали. Закрыл и переставить. Клауса догнать. Эй-эй-эй-эй! Эй-эй-эй-эй-эй! Сбодрился, видите, я, друзья? Ну, с таким потоком пять метров. Выдумайте, что творится. Стрелки лежат на вариометрах. Вот где самая вкуснятина была А мы с Клаусом набирали в какой-то шняге Расходу и остаток батарейки на съемку этой красоты Просто такой здесь не снять Это будет преступление Смотрите, какие тоже ледника сбросы Но это не сам Монбанк Какая-то другая часть его Видите, какие сбросы Ледникового тела Обрывы ледовые Сбоку Ну это Клаус поближе туда, к этим ледовым обрывам Я тоже хочу туда Это что-то как-то я все снимаю Сбоку оказываюсь Так, вот вам Ледовый обрыв И Клаус шпарящий По этой ленте облаков Представляете, ну на самом деле, конечно, кайфово Вот так довольно редко бывает На Монблане, ну точнее бывает Но вот нам сейчас реально подвезло Что вот такая группа облаков Вдоль него выстроилась ветер Сейчас нам получается встречный боковой То есть, скорее всего, внизу Вот эта вся долина как-то работает Это вот весенние нюансы какие-то А летом здесь чаще всего в такую вот погоду Начинают тупо дожди пигачить Сольет как из ведра И все И никакого счастья Вот так летишь и радуешься Представляете, все это мы делаем без топлива То есть на самолете так Ну что ты летишь, трактишься Мотор Ты думаешь, мотор откажет, куда я сяду Ай-яй-яй-яй-яй А у нас сейчас 3 километра И мы 150 километров можем пролететь с 3 Если у нас мотор откажет Которого у нас нету И в этом свой кайф Да, мы там, конечно, стоим, набираем потоков Да, нам приходится много думать Но вот в этом-то интерес То есть, я не знаю, сколько-то уже Там часов прошло 5 часов после взлета прошло Но для меня это какие-то минуты Именно из-за того, что полонелизм Это какой-то вот Шахматы Это игра с природой Безумно красивая игра с природой Какой вид Надо сфотографировать Клауса Собственно, Монблан сам вот он И где-то здесь Вау, посмотрите, как это Совершенно бесконечно красиво Сейчас я подъезжу под Клауса Немножечко повыше За счет скорости Пики Пики скрыты в облаках Острое все такое Да, вот здесь, конечно, у Монблана Все такое очень остро, каменистое О-о-о-о Unbelievable Unbelievable Контент, друзья, просто огниво Огнище Поразительно просто Ну, Монблан не так красиво смотрится Клаус красивее Сейчас я поближе Поближе Вот, стараюсь снять его Открыл корточку, чтобы засветок не было Не знаю, что получается, но Должно быть круто Друзья, это лучшие минуты Прям сегодняшнего полета Друзья, это что-то Это что-то с чем-то Unbelievable Невероятно Полный восторг Бесконечный кайф Где-то здесь должно быть Канатная дорога Вот у нас Шамани сейчас в тени Видите, сколько облаков Где-то должна быть канатка Которая на какой-то из этих пиков В данном случае в туман Тащит туристов Поэтому надо подержаться подальше От гора Бесконечно красиво Фоточку надо сделать Ну вот смотрите, друзья Как Клаус пролетает на фоне Монблана Но Вон он А я все-таки попробую фоточку сделать Хоть одну А с другой стороны А как же вам показать Как мне разорваться Сейчас быстро я Фоточку очень быстро Я снова с вами Вот мы пролетели Мимо этого Начала ледника Вы видели Мы прошли мимо Основного леда Вброса И сейчас Наша задача Выдвинуться Прямо по курсу Под облаками И там где-то набрать высоту И дальше шпарить уже домой Не знаю как Думаю, что очень красиво Сегодняшняя погода Совершенно волшебная Клаус проходит вперед Я его выпускаю И погнали Вот Клаус Зарулил К ангару Ну теперь Его ученик Бестолковый Пойдет на посадку Оп Или толковый Я уж не знаю как Шасси я в этот раз Выпустил, друзья У меня все получилось С первого раза Великий прогресс У нас наблюдается Выставляю тормоза На полную Перевожу закрылок На лендинг Максимально энергичный Видите, как у меня Распушилось все на крыле Высоты много просто Красивый, конечно Получился Вот такой заход Афганский Ну и так Я сейчас Максимум У меня снижение 7 метров в секунду Сейчас Потому что Закрывок На лендинг Одновременно С полностью Выпущены Воздушные тормоза Сейчас 6 метров в секунду И начинаю радиус Цирку Всегда могу убрать тормоза И по радиусу бегачу Люблю тренировать После того, как летать Начал на самолетах Люблю такой заход Тренировать Потому что Это позволяет Оттачивать Мастерство посадки Без двигателя Если вдруг у самолета Откажет моторчик Можно раз Так Ух Красивенько И приземлиться Без мотора Жик Сейчас Зашел идеально Мне нравится Я сейчас убрал Воздушные тормоза Чтобы по максимуму Подтянуться По ближней Немножечко К торцу полосы Чтобы не скакать По кочкам Видите Клаус сказал Что ветер южный Оп Будем считать Что это козел Я всегда говорю Что это холмин Потому что На самом деле Действительно У нас холмистый аэродром Вот как этот позор Друзья Выглядит Вот Место Куда я должен Доехать Вот видите Как далеко Ужас Ужас Кошмар Друзья Посмотрите Сколько стоит Полеты с Клаусом Вот такую маленькую Корзиночку Это невероятно Фантастик Это время Спасибо Спасибо Погода бомба Концент такой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому